Мусульманам России впервые представили перевод сборника хадисов Сахих Аль-Бухари на русском языке. Презентация сборника прошла в Махачкале. Участие приняли духовные лидеры и представители власти не только нашей республики. Подробнее в сюжете Хамзуна Магомедова. Почти 900 страниц и более полутора тысяч достоверных высказываний пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. Сахих Аль-Бухари – вторая по значимости после Корана книга для мусульман. Это ее сокращенная версия Азубдат. Его переводом занимали специалисты Муфтията Дагестана и Духонное управление Татарстана. Более 80 глав. Практически все главы были оставлены. Есть некий ореол, что в России запрещается и перевод Курана, и запрещается Бухари. Вот, посмотрите, если нормально переводить, если коллективно работать над этим, ничего не запрещается, иншаллах. Можно этим пользоваться. И мы с дагестанским братьем в первом ряду стоим в этом, что мы любим Сунну Пророка, салаллаху алиссаляму. Автор этой версии Сахих Аль-Бухари – великий дагестанский ученый 19 века. Он трудился в период Османской империи. Его имя – Умар Зияудин о Дагестане. Шех тогда сократил сборник хадисов Сахих Аль-Бухари, исходя из положения того времени. Поэтому он и получил название «Зубда Толих Бухари». Он оставил только имя последнего сподвижника, который передает непосредственно пророку, салаллаху алиссаляму, и оставил только слова пророка. Алиссаляму алиссаляму, да, браку, все остальное из этого хадиса. Муфтий Дагестана отметил значимость этого события для российских мусульман. Он поблагодарил специалистов, которые занимались переводом в сборниках хадисов. Шех призвал молодежи обогащаться достоверными знаниями, исследовать примеру правильных предков, одним из которых является и автор этой книги. Спустя 110 лет приблизительно мы про него здесь сидим, рассказываем, и приятно, и как будто он вместе с нами здесь. Очень приятно. Поэтому я призываю всех, особенно молодежи, чтобы везде помнили, уважали свою религию, своих предков и вели себя очень хорошо и были примером для других. Издание Сахиха Бухари на русском языке стало возможным благодаря совместным усилиям ученым с Татарстана и Дагестана. Это не первый хопет. Полтора года назад специалисты издали смысловой перевод Корана Калям Шариф. Эти труды направлены в первую очередь на облагораживание нравов населения. Хамз Нурмагамидов, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.